мы начинаем наше очередное заседание я уже не помню какое по счету тема сегодняшняя это ценности и принципы оценки программ у нас достаточно обширная программа много вопросов которые мы предполагаем обсудить но в числе них и мы будем говорить про определение ценностей про различие ценности и принципов и почему это важно в оценке чьи ценности принимать внимание мы поговорим о декларируемых ценностях и истинных ценностях и заключение говорим о том могут ли принципы быть объектом оценки сами по себе принципы вот такой у нас план короткий если коротко о нем говорить давайте начнем тогда да ну я еще раз напоминаю что форма по форме да у нас будет презентация который алексей кузьмин сделает их несколько будет в ходе у нас будет обсуждение в малых группах и конечно мы будем обсуждать большой группе этот предмет ну все вперед алексе кузьмину слово передаю спасибо вала вступление сначала да коллеги всех приветствую если говорить про онлайновые заседания то это 9 пока еще можно их считать но скоро станет трудно видимо да тема очень приятно что многих темы заинтересовала тема такая сложная и мы конечно как всегда будем следовать нашему принципу что это должна быть интересная беседа в хорошей компании ну компании уже точно хорошие осталось поговорить нормально но некоторые вступления мы решили сделать чтобы как-то пространство для обсуждения обозначить поэтому сначала вот небольшое вступление значит тема первая такая первый вопрос который у нас был в анонсе что такое ценности применительных проектной деятельности ну те кто вопросом интересовался наверняка знают что есть разное определение понятие ценности и мы хотели парочку здесь привести просто для того чтобы хотя бы показать какой вот спектр существует это определение которое дал аркадий лечь пригожина у нас один из ведущих специалистов по управленческому консультированию в россии у него есть книжка цели и ценности как раз применительно к жизни организации к управлению организации и вы видите что здесь он определяет ценности как представление о должном о лучшем о самом важном и ради чего стоит трудиться и даже жертвовать чем-то это определение пригожина да мы конечно презентацию всем вышли обязательно по окончании вот второе второе определение это определение ценностей которые мы нашли на сайте фонда который поддерживает большую детскую больницу в канаде значит вот они так определяют что ценности это фундаментальные принципы убеждений которые являются основаниями для всей нашей деятельности ну и для принятия важнейших решений а здесь и ну вы дальше видите что здесь текст есть я все зачитывать не буду я бы хотел обратить внимание на одну интересную вещь что в данном случае они ценности определяют как фундаментальные принципы то есть по сути делал понятие ценности и принципы для в этом случае для них они идентичны а но в любом в любом случае конечно ценности это основа это база во что мы верим какие бы определения мы не брали где-то вот ядро там понимание смысл основной он конечно совпадает если говорить про ценности НКО социально ориентированных НКО то можно их разделить опять же здесь мы опираемся на литературу на публикации что можно эти ценности разделить на две большие группы одни ценности относятся к тому что мы хотим изменить в мире к лучшему и они как бы вектор вовне направлен да а другие ценности связаны с тем как мы работаем и это вектор внутренне направлен и вот в качестве примера мы решили взять с ценности ассоциации специалистов по оценке программы политик всем известной организации конечно же и вы видите вот например а здесь сверху вторая ценность устойчивое развитие профессионального сообщества специалистов по оценке программы политик в России является ценностью для этой ассоциации да и ну я не знаю здесь мне трудно это анализировать но если посмотреть на эти ценности то можно увидеть что ну очевидно информационная открытость деятельности это как мы работаем как мы работаем интегрированность международное профессиональное сообщество вроде тоже то как мы работаем уважение к установкам мнением мировоззрения людей тоже вроде то как мы работаем открытость как мы работаем приверженность миссии тоже как мы работаем а вот устойчивое развитие профессионального сообщества возможно это то что направлено вовне и вот то что является социальной ценностью ну на мой взгляд но здесь конечно есть вероятно о чем поговорить и если захотите у нас будет возможность слайд вернуть и потом прокомментируйте если что но мы просто отмечаем для себя что бывает то что касается того что мы меняем в мире и то как мы работа того как мы работаем кто влияет на формирование ценностей тут тоже тема интересная и могло быть отдельно интересное обсуждение но вот здесь мы приводим результаты опроса порядка 60 российских фондов которые мы проводили вместе с форумом доноров несколько лет тому назад и оказалось что самое сильное влияние на формирование ценности фондов оказывает учредители руководители фондов а также правление совета директоров и наверное это не удивительно потому что если мы говорим не о фонде а любую энко пусть даже небольшой энко конечно те люди которые создают энко приходит уже с определенными взглядами на жизнь на мир с определенными ценностями и эти ценности оказывается в основе деятельности организации то есть это ожидаемый результат теперь связь ценности организации с ценностями программы или проекта если мы соглашаемся с тем что ценности организации является основой фундаментом для всей деятельности организации то естественным образом они должны быть основой фундаментом для всех проектов и программ которые реализуют организации потому что проект или программы Это не что иное, как некая форма организации деятельности, но понятно, что ценности организации должны лежать в основе. Интересно, что мне не приходилось видеть форму заявки, в которой был бы раздел ценностей. Есть раздел актуальности всегда, который, в общем, конечно, связан с ценностями, но в явном виде нас никогда никто не просит в описании проекта в явном виде сформулировать ценности. Если посмотреть на зарубежные примеры, то мы можем найти, вот в Рунете я не смог найти ценности программ или ценности проектов, а вот в интернете, в зарубежном, англоязычном это можно найти. Должен вам сказать, что когда я пытался найти по ссылке ценности программ несколько лет тому назад в интернете, это был 15-й год, 7 лет, то там было 85 тысяч ссылок, сегодня по этому запросу 96 тысяч ссылок. То есть, в общем, их больше, но не радикальное увеличение количества, не так часто все-таки встречается, но встречается. Вот в данном случае перед вами ценности программы образовательной в сфере медицины. И вы видите, вот какие ценности они декларируют. Есть ценности проектов тоже, такие встречаются. И вот, как пример, мы здесь приводим ценности проекта, связанного с музыкой. Там хор, пение и так далее. И видите, здесь тоже. Но что важно отметить? В каждом случае, конечно, это просто название ценностей, но во всех случаях, когда организация декларирует свои ценности или описывается ценности проекта, во всех случаях есть более-менее развернутое описание. Ну, в один абзац, в несколько предложений, описание того, что имеется в виду. То есть, когда мы говорим «наша ценность равенства», дальше есть развернутое описание, что подразумевается в данном случае. Нас ожидает сейчас следующий вопрос. Ну, может быть, по первой части есть какие-нибудь соображения? Ну, вот Вера там комментарий сделала в чате, что в стандартах этих качеств нет указаний на определенные ценности, но есть указания на то, как взаимодействовать с организацией между собой в сфере понимания ценностей. Такое важное добавление. Спасибо. Я так понимаю, что это стандарты, связанные с управлением качеством или стандартам, связанным с управлением в области корпоративной социальной ответственности? Хорошо. Так, ну, я тогда дальше... Я скажу про комментарий быстренько в двух словах. Это стандарт вообще не совсем про качество, а именно про взаимодействие, оценщиков и всего прочего. Я вот сейчас еще скажу. Я, может быть, кому-нибудь из вас пришлю ссылку, и даже у меня скачан этот стандарт. Там вот сейчас... Почему мне для меня важно пока... Сейчас вот где медики там написали про себя, там как раз вот кусочек вот такого взаимодействия. Ну, кроме, наверное, доброты и сострадания, а вот это все прямо там есть. Там есть раздел B такой. Больше я не буду на эту тему. Я, может быть, вот Алексей Иванович пришлю, посмотрите. Давайте, а мы всем разошлем. Вера, а чей это стандарт? Кто его разработал? Это стандарт ребята из Англии придумали. Да, и, значит, но он давно как-то тут вот бродит. И после того, как появилась у нас в России попытка перейти на бизнес-модель устойчивого развития, потом это все заглушили, вернулись на каждые, на 90-е годы. И вот тогда он у нас в России был опубликован, а я просто чищу, вот в одиночке сижу, чищу свои старые приходы. Присылайте, пожалуйста. Присылайте. Мы, может быть, прямо сразу в презентацию включим, и все посмотрим. Хорошо, спасибо большое. Зашлем вам спасибо. Хорошо, коллеги. Ну, тогда переходим к следующей теме. Продолжаю. Да, Валерий, спасибо. Ну, вот, коллеги, это следующий вопрос, вытекающий из предыдущего. Одно и то же принципы и ценности или не одно и то же? Очевидно, совершенно, если начинаешь смотреть просто то, что публикуют, то граница какая-то немножко размытая. Потому что очень часто мы можем увидеть, что на сайте, например, раздел будет называться «Принципы и ценности» или «Ценности и принципы». И, как мы видели раньше, вот в фонде там они говорят «Ценности» – это наши фундаментальные принципы. То есть часто говорят, что одно и то же. Принципы определяются по-разному. Здесь есть разные позиции. И мы хотели остановиться на одной позиции, в которой дается четкое разделение принципов и ценностей. И это предложил Майкл Куин Пэттон, известный специалист по оценке. Поэтому для нас это важный подход, важное определение и информация к размышлению. Значит, Майкл говорит, что ценность – это то, во что мы верим, а принцип – это то, как мы действуем на основании того, во что мы верим, если кратко. То есть принцип трансформирует ценность в действие. И здесь вот приводится один пример. Если ценность – это творчество, то могут быть разные варианты действий, связанных с воплощением в жизнь этой ценности. Например, один вариант – мы стимулируем и поощряем, поддерживаем творческие инициативы сотрудников. Это при том, что ценность творчества таким образом трансформируется в нашу деятельность как принцип. А другой принцип, также основанный на этой ценности, может быть так сформулирован. Мы организуем учебный процесс на основе выполнения творческих заданий. И принцип – это предписывающие такое утверждение, которое определяет, как нам следует действовать. И мы вот хотели предложить просто тоже в порядке обсуждения. Смотрите, мы взяли один из вариантов. Есть, понятно, несколько вариантов. Можно найти принципы в гуманистической педагогике. И мы взяли один из вариантов. Здесь будет пять принципов. Они так и опубликованы на сайте. И хотели просто предложить вам подумать или высказать вслух свое мнение. Принципы – это или ценность. Если исходить из позиции Майкла Пэттена. Вот смотрите. Учебный процесс должен направляться самим учеником. Как вы думаете, это принцип или ценность? Если ценность – то, во что мы верим, а принцип – это то, как мы должны действовать. Да, коллеги, пожалуйста, ваши комментарии, ответы. Наташа Тишкевич пишет ценность. Мы как информацию к разрешлению. Поэтому, я думаю, все уже подумали достаточно. Кто хотел, высказался. Можно писать чатик? У Наташи аргумент такой. Потому что мы в это верим. Ну да. А как мы действуем для того, чтобы учебный процесс направлялся самим учеником? Это другая тема, да, Наташ? Я понял. Ну, на самом деле, тут среди участников ответа. Я сейчас посчитать не могу. Но ответы делятся. И то, что это принципы, и то, что это ценности. Я хочу вам сказать, коллеги, что эта позиция Макл Пэттена, ну, она, по крайней мере, она понятна более-менее. Но он даже в своих книжках, в своих публикациях приводит примеры дискуссий с очень серьезными людьми, которые не соглашаются с таким определением принципа. Поэтому тут вопрос тоже открыт. Но если исходить из этого принципа, школы должны готовить учеников, которые хотят учиться и знают, как это делать. Ваше мнение? Вроде как предписывающие. Должны готовить. Принцип. Наташа говорит, это принцип. Ксения Николаева. Ценность. Ну вот, да, мы получаем примерно тот результат, который и, наверное, можно было предсказать. Единственная форма значимой оценки – это самооценивание. Ну вот здесь, мне кажется, все должны согласиться, что если исходить из определения Майкла Пэттена, то вообще-то это ценность. То есть мы в это верим, а дальше мы должны каким-то образом выстроить систему оценки, чтобы она базировалась на самооценивании. И это должен быть принцип какой-то. А это вроде как ценность, мне кажется. Хотя, да, чувство, как и знание, является важной частью процесса обучения. Мне кажется, вот смотри, ты ровно так же, как и про учеников. Если мы говорим о том, что это формирует как действие шаг сами ученики, ну, условно говоря, там разрабатывают какой-то свой кодекс или какие-то свои правила и так далее, то тогда, когда это они декларируют, или вот во втором случае, когда школа это предъявляет, то это принцип. Если же, на мой взгляд, если же вот с точки зрения учебного процесса, вот первого положения, первого тезиса, если про это говорит школа, если она заявляет, то ровно то, как, на мой взгляд, и кажется, школа верит в то, что ученики могут сами направлять учебный процесс, и она тогда будет какие-то действия к этому разрабатывать, чтобы мотивировать на учеников. То есть здесь, наверное, еще с учетом того, что все-таки кто является декларатором вот этих вот тезисов. Конечно, очень важно, Наташа. Я согласен с тобой. Но вот если последнее взять, Наташа, то чувство, как и знание, является важной частью процесса обучения. Я бы сказал, что вот если из позиции Майкла исходить, это скорее ценность. Да, это ценность. Да, потому что дальше что? Если мы в это верим, то тогда мы говорим, мы строим учебный процесс таким образом, чтобы у детей не только знания развивались, но и условно развивался эмоциональный интеллект. И тогда это трансформирование вот того, во что мы верим, в некие действия. Ну вот последнее еще. Тоже ученику ничто не огражает. То есть смотрите, что получается, что, во-первых, довольно трудно провести грань. На самом деле определение довольно такое инструментальное, которое Майкл дает. И те принципы, которые здесь приведены, если следуют позиции Майкла, они в значительной мере как бы тяготеют скорее к ценностям, чем к принципам. Вот такая вещь любопытная. Ну и вот смотрите. Можно реплику? Да, 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 конечно. Я насчет чувств. Честно говоря, вот это любопытно, потому что, ну, по большому счету, любой человек, который вообще хоть как-то знаком с биологией, он просто понимает, каким образом, ну, мозг получает информацию об окружающем мире. И это не предмет веры вообще. То есть это не просто не ценность, но это факт, да, это закономерность. Поэтому, честно говоря, мне кажется, какие-то вещи, но если мы говорим про рамку, которая определяет, ну, это будет и там, и там в определенном смысле. И это совершенно нормально. И даже не вопрос, в какую коробочку это положить. Я еще лишь, прежде чем дальше перейти, Надежда Розисовская так уточняет, как бы, вопрос, да, утверждение вопроса. Получается, принцип – это ответ на вопрос, как мы это делаем, а ценность – ответ на вопрос, почему мы делаем именно так. Вот согласен ты ли с этим утверждением? Надежда, я примерно так это понимаю, вот позицию Майкла, да, я ее в данном случае транслирую. И мне кажется, единственный тут важный момент, вот ответ на вопрос, как мы это делаем, он дается не в виде рецепта, ну, что добавить пол чайной ложки соли, да, а в виде рекомендаций добавить соль по вкусу. Вот тогда это принцип будет. Я так это понимаю. Анатолий, да. Ну, и еще, наверное, здесь вот то отличие, по хулигану сейчас засада такая есть. То есть ценности-то, ну, собирается сообщество, где больше там одного, это уже сообщество, и могут декларировать там, типа мы гуманисты, мы засветлое будущее, но не факт, то есть ценности могут обозначены, но не факт, что могут быть сразу разработаны принципы. То есть это вот, и, наверное, ну, так хочется, наверное, думать, что скорее сообщества формируются, когда есть какие-то общие ценности, наверное, в меньшей степени принципы. Ну, хотя, наверное, тут тоже можно поспорить, потому что все-таки объединяемся мы сначала, когда мы чувствуем тягу друг к другу по каким-то интересам, и это скорее уровень ценностей, наверное. Ну вот. И в продолжении, Наташа, если ценности не совпадают, то вместе вряд ли... Да, уже тут ни один принцип не спасет, на мой взгляд. Вот, Оля. Ну, я вот хотел замечание Юли развить немножко. Я когда думал про четвертое, второе снизу, про чувства, у меня нет ощущения, что это ценность, и я начал пытаться понять, как бы я сформулировал, или на какую ценность это работает. И у меня есть ощущение, что ценностью в данном случае является, что мы подходим как к ученику, как к личности, ну и понимаем многогранность этого ученика, и что мы работаем не только на знания, а мы также учитываем весь комплекс всех вещей. И вот мне кажется, что ценность, она лежит где-то вот на том уровне, что мы подходим к нему. А это вот в той коробочке, это один из признаков того, что мы действительно будем работать на эту ценность, с тем, что мы будем учитывать как чувства, так и будем работать на знания, будем заботиться об этом. Вот я бы так сказал. Поэтому мне вот здесь не хватает ее, для того, чтобы я бы назвал это ценностью, мне не хватает уровня. Мне кажется, надо чуть-чуть на уровень выше подняться, и тогда это станет ценностью. А можно я тоже комментарий сделаю еще? Тоже продолжение, вот то, что Толя сказал. Ну тут же еще стоит принципы гуманистической педагогики, и надо иметь в виду, конечно, что гуманистическое направление в психологии, в представлениях от человека, даже в философиях, там тоже есть своя как бы система. И в этом смысле, мне кажется, очень важный вопрос, как мы понимаем и принимаем, что является ценностью, а что принципами. Потому что если представлять то, о чем Макал Роджерс писал, я бы, например, согласился, что этот список скорее все-таки принципы, чем ценности. Потому что там есть определенная система, сформулированная им. С другой стороны, если мы говорим о родителях, которые выбирают школу для ребенка, вполне они могут оставаться на том, что это ценности, они же в детали процесса не въезжают, и это некоторая такая вот декларация ценностей школы. Вот так, мне кажется. Хотя, может быть, я и не прав. И границы не такие размытые между принципами или ценностями в действительности. Ну, у нас вот к обсуждению следующей пары слайдов. Можем продолжить еще комментарии, если будут. Я просто взял вот два довольно известных фонда у нас. Это фонд Потанина. У них вы можете найти на сайте раздел «Принципы и ценности». И фонд Тимченко. У них на сайте раздел «Ценности и принципы». Как вы видите, и в том, и в другом случае они объединены, они их не разделяют. И если посмотреть, вот, например, на формулировки, ну, здесь букв много, я читать, конечно, не собираюсь, но вот слева посмотрите название, да, что, ну, например, «Открытость», да, «Открытость», безусловно, может быть сформулирована как ценность, а может быть сформулирована как принцип, если, опять же, исходите из понимания Пэттена. Но вот в каком качестве это здесь, это, наверное, так уже за рамками нашей встречи. И вы также можете обратить внимание, что вот если список слева посмотреть, да, и сейчас мы перейдем к фонду Тимченко. В общем-то, есть пересекающиеся моменты, и мы обратили внимание, когда проводили исследование ценностей фондов, которые работают в России, что вообще, если говорить об организационных ценностях, а здесь в первую очередь речь идет именно о ценностях организаций, да, то их вообще конечное число, то есть мы там несколько десятков проанализировали списков, и из них выделили порядка 40 с небольшим ценностей, из которых примерно четверть упоминается очень часто. И, наверное, это тоже не случайно, а характеризует определенным образом работу организации такого типа. Ну вот, это в качестве вступления. Может быть, еще какие-то комментарии сейчас будут? У Юлии Богдановой комментарий был, какое странное понимание этичности у Тимченко. Ну вот, за что купили, за то и продаем. Ну, это вообще интересный момент, связанный с ценностями. Нуждаются ли они в определении? И если, ну вот, мне кажется, люди делятся на то, что вот они говорят, этичности это такое. Я сейчас не про Юлию, да, я вообще, Юля, не к вам. Вот. Но это вот вопрос такой. Достаточно ли формулировать ценности в виде одного слова, например? Да. Вот, мне кажется, в развитии того, что Анатолий сказал, Володя, мне кажется, в виде одного слова точно недостаточно, потому что оказывается, что даже в виде одной фразы недостаточно. И очень важно, какие смыслы за этим стоят, безусловно. И поэтому, когда люди вот вместе формулируют, как Наташа говорила, то, конечно, там такой интересный разговор идет, и люди в том числе подбирают слова, которые адекватно отражают то, что они хотят сказать. Да, те смыслы, которые за этим. А так вообще под смелостью тоже, например, можно разные вещи сформулировать. Ну да, и получается, тогда нам нужно еще различать определение ценности, да, или раскрытие. Внимание к личности, когда это внимание декларируют разные организации. Благотворительный фонд, например, и Следственный комитет. Но еще бы я одну вещь здесь добавил, уходя от Следственного комитета, тема рискованная немного. Извините, похулиганил. Я хотел сказать, что вот если принципы вроде как, ну, можно, они могут быть вроде бы объектом оценки, ну, потому что мы можем, например, сказать, работает или не работает принцип, да, то ценности вряд ли могут быть объектом оценки, потому что ценности – это то, что люди принимают, и они говорят, вот мы приняли это. И проводить рейтинг ценностей, оно как бы кажется совершенно бессмысленным, и это вне оценки находится. Их важно понимать, но оценивать, выносить о них суждения, допустим, правильно или неправильно, хотя, может, в каких-то случаях и можно. Ну, как правильно или неправильно, соответствует или не соответствует моим, например, это можно. А вот оценивать, какие хорошие, какие плохие, тут, наверное, проблема. Можно ли оценивать степень определенности? Ну да, ну да, может быть. Ну, не знаю. В общем, вот такая тема тоже есть. Мы переходим к работе в малых группах, и предлагаем вам в малых группах пообсуждать и получить какой-то список ответов на эти два вопроса. Каковы ценности и принципы организации, в которых мы работаем, и говорим ли мы их открыто. Значит, мы разделимся на три группы. У нас фасилитаторы будут Алексей, Марина Михайлова и я. А по группам вы разделитесь случайным образом, а вопрос для всех групп будет один. И я Павла Военского, бессменного организатора и человек, который поддерживает нашу коммуникацию, попрошу вот сейчас разделить на то. Как всегда не хватило времени. Не хватило, нам тоже не хватило, Марина. Прямо на полслове все. Да, на самом интересном дошли. Ну вот, на самом интересном месте. Володя, микрофон. У нас довольно структурировано получилось так, как-то примеров много, и вроде мы успели выслушать, и какие-то интересные такие соображения. Есть. Как мы будем сейчас? Ну, обменяемся. Давайте мы просто, что основные моменты в каждой группе. Ну, давайте, может быть, кто в первой группе был, по-моему. А первой, я не знаю номер. Давайте я начну. Да, Марина. Я был во второй точно. Ага, тогда я в третьей. Это отлично. Да, ну, я коротко. Ну, мы сначала все побежали на свои сайты, смотреть, опубликованы у нас принципы и ценности или нет. Поэтому первые минуты у нас разговора не было, все быстро искали на сайтах, что у них написано. Да, значит, некоторые с радостью сказали, ой, у нас написано, а некоторые сказали, ой, у нас почему-то же ничего не написано на сайте. Хотя, в принципе, в принципе, о принципах мы сказать можем. Вот, в общем, потом мы обменялись немножко примерами и тут же начали спорить. Вот, например, профессионализм – это ценность или принцип. Вот, там, судействие – это приличная ценность или не очень. Вот, или такая пассивная какая-то. В общем, мы пришли к выводу, что тут, конечно, много достаточно дискуссионных тем, и все-таки это правильно, что у каждой организации это свое, потому что слова эти вкладываются смыслы. Ну и вот еще обсуждая, пришли к выводу, что, наверное, правильно ценность и принцип «правда» писать рядом, потому что принцип тогда распаковывает ценность, да, и становится понятно, а что, какими действиями мы это, к этому двигаемся, и, соответственно, что мы точнее под этим имеем в виду. Вот, и еще пришли к выводу, конечно, что публикация ценностей и принципов дает возможность партнерам лучше находить друг друга и так говорить, ой, это моей крови. Вот, но, может быть, не все из них нужно публичить. Это тоже каждая организация решает сама, потому что могут быть какие-то внутренние принципы, которым следует организация, но, может быть, она не готова это заявлять в публичном пространстве. Ну вот, все. Ну тогда я, да, вторую. Леша, ты закончишь. А у нас интересный момент был. У нас, ну, те, кто выступал, участники, среди них только в одной организации было очевидно, вот, ну, сформулированы принципы, и даже рассказано о работе, ну, о том, как работа строилась, что это была специальная работа. Но вызвана она была интересным фактом, что организация расширялась, и появились новые партнеры из бизнеса. Их много было, представления разные. Фонд такой благотворительный, фонд, работающий на местное сообщество, и поэтому потребовалось все-таки какое-то прояснение и обсуждение. Это было сделано, да, это было сделано. Я вот на это хотел обратить внимание, да, что появляется нужда, да, вот, почему формулировать это, да, потому что появляется нужда в том, что есть партнеры, которые сотрудничают, и хотелось, чтобы это сотрудничество шло, ну, в позитивном ключе, да, не в разрыве. Вот, а в основном тоже говорили, что ценности не сформулированы были, но один факт, что вообще-то они складываются, когда люди долго работают, и даже если организация конфигурацию свою меняет, там, от НКО обычный переход в ресурсный центр такой региональный, да, люди перешли. И оказывается, все, что было наработано там, оно продолжает работать, да, даже если мы не формулируем. Но интересно, что даже если мы не формулируем ценности, иногда события какие-то или поведение сотрудников приводит к тому, что люди, ну, увольняются или уходят сами, или их просят уйти, потому что вдруг оказывается, что человек что-то делает перпендикулярно тому, как мы это себе представляем. И это к вопросу о значимости формулирований. Вот. И, ну, еще что, вообще-то, ценности в организациях давно работающих, это очень вещь глубокая, даже если она не сформулирована, но она продолжает работать, потому что опыт большой совместный был, и как-то сложилось так, что мы что-то поддерживаем вместе. И это вообще, ну, серьезным образом является такой основой вообще для взаимодействия, по сути дела, и для длительного существования. Вот, что бы я хотел сказать. Да, да, Юля, да. Ну, я просто, честно говоря, для меня вот это понятие рамки, оно очень важное, потому что, ну, если ее нет, вообще очень трудно двигаться. И я там вспоминаю, например, кодекс американских врачей, ну, где написано, что врач – это тот, кто сохраняет жизнь. И, собственно, это очень сильно, ну, проясняет позицию, почему врачи публично, например, не участвуют в смертных казнях. То есть, да, пеницитарная система находит этих людей, но с точки зрения как раз этики, во-первых, это сделать очень непросто, и это огромное облегчение сообществу, когда люди определились, а не кто. И мне кажется, с точки зрения общественного блага, ну, ценность этого какая-то гигантская просто, просто гигантская. Потому что это в том числе, там, не знаю, надж, драйвер, в общем, ну, в данном случае все-таки к сокращению нового тех штатов, которые до сих пор используют смертную казнь. И этот тренд, он такой совершенно четкий. Спасибо, Юрий. Еще я бы хотел вот процитировать, если не все видели в чате, Юрий написал, что нам надо экономить ресурсы, чтобы быстро понимать, кто другие, сообщать, какие мы. И это из серии «Мы с тобой одной кровью, ты и я», да? Если я увидел, что ценности совпадают, то дальше уже целый ряд вопросов снимается, и можно продолжать какой-то более глубокий диалог и партнерство развивать. Значит, я рискую тоже не все пересказать, что было в группе, но основные моменты. Когда новая организация работает над принципами, есть идея двигаться в сторону этического кодекса и формулировка ценностей и принципов, и это, скорее всего, будет публиковаться именно из тех соображений, в первую очередь, чтобы для партнеров это сделать. И там, где этический кодекс сформулируется, тоже предполагается, что, конечно же, он будет опубликован, и его можно будет увидеть. Мы с санаторием обсудили ситуацию с фондом Рината Ахметова. У фонда были сформулированы ценности, и на стадии формирования фонда эти ценности были прописаны теми людьми, которые уже были в фонде, небольшой командой, консультантами совместно. А потом, что интересно, когда было объявление о создании фонда, учредитель пять ценностей для себя сформулировал, как он будет работать с фондом. И он тоже это открыто сказал. И это было не то, что сформулировала команда для фонда, а то, как он именно будет с фондом взаимодействовать. Интересной была тема с принципами кодекса мэтики в вузах. Там, говорят, много интересных вещей возникает. Все знают вообще про фотографии в купальнике в учебных заведениях, когда преподаватели публикуют, и что из этого получается. Такие формировки есть, например, в официальных инструкциях, что должна быть у человека, у преподавателя достойной репутации. Причем здесь развернуто не объясняется, что за этим стоит, но требование такое есть, и человек на себя берет такое обязательство, чтобы репутацию свою как-то сохранять. И плюс еще такая тема, что ценности могут быть про соответствие определенным стандартам. То есть, внешне для этого привлекается какое-то основание для осуждения о ценности. В новой организации, например, какие ценности? Это НКО. Открытость, прозрачность, особенно финансовые деятельности, готовность к партнерству и так далее, стремление к результату. И мне кажется, мы здесь видим, что во многом совпадает, потому что это какие-то такие универсальные вещи, которые для многих являются важной ценностью, для многих организаций. Значит, еще раз вот тема возникла, когда новая организация, новая команда. И вроде бы идет сейчас размышление. На сайте пока нет, но над этим размышляют. И, конечно, коллеги считают, что на сайте должно появиться. Вот так, если быстро. Ну что, теперь мы подкрепим рассуждение о том, что такое ценности в НКО, в проектах, некоторыми исследовательскими данными. Сейчас Алексей сделает так, чтобы удобно было. Надо манипуляцию провести. Это странная какая-то фишка зума, что невозможно сразу... Да. Коллеги, я просто к этому хотел добавить одну интересную вещь. Я не знаю, насколько у вас это откликается. Но у меня откликается. Я с чего начну. Я не говорил о том, что... Вот мы в малой группе, я это говорил. Нашей организации в этом году 30 лет. У нас на сайте ценностей нет. Хотя, в принципе, конечно, если меня спросят, вот какие у вас ценности, каким принципом исследовали, я могу про это рассказать. И вот, смотрите, интересный какой результат. Мы, когда фонды российские опрашивали, оказалось, что у 24 из запрошенных вот здесь 58, у 24 фондов есть перечень ценностей, принятые внутренне. И только у 8 из них он не является общедоступным. То есть у 16 он общедоступный. А вот, смотрите, вот самое интересное это, что у 34 фондов 59% нет официально утвержденного перечня ценностей. И основная причина, почему его нет, люди сказали, ценности проявляются в делах, их не надо официально утверждать. Вот такая история. И я не знаю, что из этого следует, но определенно у какой-то части организаций в нашей стране, у какой-то части руководителя организации такая позиция есть, что не надо вслух про это говорить, надо так работать, чтобы было понятно, какие ценности за этим стоят. Это ссылка на отчет вот здесь внизу, вы можете увидеть на сайте форума Думы. Володь. Я хотел сказать, что мы как-то все говорили больше про определение сейчас ценностей, и про определение принципов. Надо переходить к следующей теме. Я единственное хотел завершить комментарием Надежды, там и Юль Богданова подключилась тоже, вопрос по поводу того, как это передается, когда люди уходят или приходят. И как, ну, очевидно, что носителями ценностей люди являются в организации. Ну, давайте мы оставим этот вопрос. Это очень интересный вопрос. Может быть, дальше как-то мы проясним, но нам сейчас нужно двигаться дальше, потому что тема-то вообще-то ценности в оценке, да, ценности и принципы в оценке. Вот. И вопрос для обсуждения. Правильно я понимаю, да, Алексей? Давайте попробуем, коллеги, обменяться. Вот вопрос такой. Почему может быть важно при проведении оценки программы или проекта принимать внимание ценности и принципы? Что вы думаете по этому поводу? Можно начать, Володь? Ну да. Ну, у тебя приоритетное право. А я готовился? Да. Я первый тезис хотел сказать, коллеги. Как мне кажется, может быть важно принимать в внимание ценности и принципы, в особенности, когда мы оцениваем программы с высокой степенью адаптивности, которые по мере реализации сильно меняют конфигурацию, меняется замысел и так далее. И в таких программах вообще руководящий и направляющий роль играют ценности и принципы. То есть то, что происходит с программой, конечно, это происходит в ответ на то, что вокруг и так далее, но есть для программы определенные основания, по которым принимаются важные решения о трансформации. Поэтому, мне кажется, в таких программах это просто ключевое значение имеет для понимания того, как программа работает и развивается. Да, уважаемые коллеги, ваше соображение? Ну, дело в том, что, мне кажется, одно без другого просто невозможно, потому что даже гипотезы могут возникнуть ошибочными, если не принимаются ценности и принципы, а потом те программы, которые оцениваются не точными какими-то врезками, а это вот такой процесс, который просто абсолютно интегрирован в работу, то, соответственно, если все это не учитывается, то будут вообще большие смещения и искажения, потому что даже сами процессы, то есть если, скажем так, важно просто заниматься оценкой, то те процессы, которые будут, ну, вот этими там внутренними, а если они не опираются на ценности и принципы, они могут искажать там воздействие, интервенции, ну, и просто банально нарушают принцип «не навреди», поэтому, ну, конечно, это рамок. Хорошо. У меня, знаете… Можно и… О, да-да-да. Да, пожалуйста. Да, Антоник. Мне кажется, тут очень важный вопрос уже при выборе, когда мы как оценщики собираемся оценивать проект или программу, совпадение или конфликт принципов и ценностей оценщика и того проекта и программы, которую надо оценивать. Если не обращать внимания на то, что декларируется организацией, которая реализует проект, либо программу, либо самого проекта и программы могут возникнуть конфликты в процессе оценки. Наши ожидания будут не совпадать с ожиданиями того, кто реализует. Мне кажется, это тоже очень важный аспект, еще даже не дойдя до оценки. Будем мы с этой программой, проектом работать или не будем. Да, это важно. Такая внутренняя часть оценочная такая, наша. Кто-то еще поднимал руку, если не ошибаюсь. Я поднимал и опустил. Меня все время вот это немножко смущает. Допустим, декларируемая ценность, она на сайте есть, семейные ценности, и расшифровки нет. А если мы спросим, например, расшифровку, что люди поднимают под семейными ценностями, оказывается, что у них принципы, например, муж и жена, одна сатана, или там, да убоится жена мужа, и такой список традиционных семейных ценностей, таких основанных, 2000 лет назад написанных. И нас может напугать на самом деле. Хотя изначально декларация ценностей будет нормальной. или наоборот. Если прояснить, то, конечно, здесь есть конфликт, что я по-другому все понимаю, как бы я там не готов делать оценку. Но это при условии, что организация рефлексирует это, проговаривает, расшифровывает и превращает в принципы действия. А, кстати говоря, еще оценка важна, если мы занимаемся что-то связанное со стратегией. Потому что, ну, стратегия строится на базовой ценности. Это второе. У меня еще есть небольшой комментарий. Да, пожалуйста. Скажем, опираясь на свой опыт, вот у старых организаций у них миссия прописана на сайте. И вот под этой миссией, ну, например, я участвовала в оценке, скажем, некоторых таких по ФПГ, и там было видно, что вот эта организация, вот она 15 лет работает, да, и 15 лет она соблюдает те ценности, которые прописаны в миссии. Смысл существования в организации такой. Поэтому тут нельзя сказать, вот есть у них ценности, нет у них ценностей, но они есть во всей их деятельности. Их видно. И поэтому просто оценивать, потому что люди 15 лет вот это делают, и каждый раз они делают на более высоком уровне. Они, значит, сначала занимались брошенными детьми, теперь они этих детей пристроили и поддерживают приемные семьи, и это такой процесс вот бесконечный. Вот я только это хотел сказать, поэтому, то есть вот так с ценностями мы, я принимаю, конечно, во внимание, что у них они есть. Вот, но потом есть организации, которых, ну, я могу себе позволить не участвовать в оценке, если меня приглашают, если я понимаю, ну, сейчас же все равно все видно, да, можно найти и отзывы, и все прочее. И если я вижу такие отзывы, я просто не пойду оценивать эту организацию, потому что, так как они себя ведут, я могу дать отрицательную оценку, и я не хочу этим заниматься. Вот так вот. А такие организации есть сейчас, которые пишут принципы, ценности, а потом оказывается, что они им не следуют. Уважаемые коллеги, у меня тоже такая мысль возникла, я бы хотел поделиться. Я бы вот поставил ответил бы иначе на вопрос, там, почему бы важно, да, а мне кажется, иногда это очень рискованно, считать, что это важно. Ну, например, в конце концов, проект, любой проект, это некоторые действия и результаты, да, и в этом смысле мы можем видеть разрыв там между ценностями, мы можем видеть, что нам что-то не нравится, но вопрос ведь про результат, а не про то, что люди декларируют и тем более, во что они верят. вот, и может быть, ну, важно учитывать, но как бы не апеллировать к ним в ходе оценки, вот так я бы сказал, то есть учитывать важно и разбираться важно, но иногда важно не апеллировать и не поднимать эту тему вот насчет не буди лихо, это вот первый момент, мне кажется, здесь есть о чем поразмышлять, а второй момент, мне кажется, еще очень важно участвовать, вот Алексей сказал о программах таких, адаптивных, когда проект, по сути дела, формируется по ходу, можно так, если кратко сказать, но с другой стороны, часто некоммерческие организации мир же меняют, я в хорошем смысле сейчас, не вороничном говорю, но в том смысле, что пытаются решать проблемы способами и путями, которые, ну, может быть, не использовались раньше в этой местности, в стране и так далее, и мне кажется, вот это вот важно очень аккуратно, потому что, ну, это могут быть болезненные вещи, необходимые, но болезненные вещи, и вот для меня все равно вопрос, это к вопросу об адаптации, например, технологий, можно ли привносить в почву, которые, ну, технологии, которые ценностно сильно отличаются там от повседневной жизни людей, вот так скажем, в общем, это вопрос. К следующему перейдем, Володя? Сейчас здесь был комментарий один, я смотрю, может быть, как раз завершающий, да, ну, вот про это, да, мы говорили, как раз вот, я считаю, Юля про это сказала, что учитывать надо, иметь в виду, аккуратно с этим иметь дело. А вот Юля микрофон включил. Ну, нет, я на самом деле, собственно, все написала, и такого очень много. в какой мере соответствует то, что люди декларируют или делают. Ну, и грубо говоря, там, я не знаю, если мы будем смотреть там программу с этими несчастными социальными сиротами, да, и провайдер будет говорить, ну, не знаю, вот столько семей мы сохранили, а вот столько, значит, пошли в приемные семьи, а потом ты просто, ну, разговариваешь с людьми, и они этих родителей вообще за людей не считали, у которых дети пошли в приемные семьи, и для оценщика это важно, потому что это те вводные, которые, ну, значительно определяют собственный выбор стратегии, ну, и результаты, они просто помогают понять, почему это так. Юль, спасибо, а у нас как раз следующий вопрос, связанный с этим комментарием, да, и тоже вопрос коллеги к вам. Если мы говорим, что важно иметь в виду, да, то, а вот если мы говорим о проекте, то о чьих ценностях и принципах идет речь? Некоммерческая организация, Валя? Да, мы же говорим про проекты, про проекты, тематика такая, чьи ценности и принципы следует принимать внимание и почему? Ну, мне кажется, зависит от характера организации, но вот тут уже сегодня звучало у нас несколько раз про частные фонды, и по-моему, если фонд частный, когда человек отдает свои деньги на благотворительность, то ценности учредителя очень важно принимать его внимание. Ну, почему я даже не буду объяснять, да? А, знаете, вот тут на самом деле все очень интересно, потому что общественное благо это такая штука, ну, непростая. Я там знаю учредителей, которые, приходя к провайдерам, как раз они потом делали свои фонды, они говорили, что да, мы хотим сделать шелтер, только пожалуйста, нам вот студенток отберите, мигрантов брать не надо, вот, ну, и понятно, да? И когда фонды говорят, ну, мы вам просто можем показать профиль людей, с которыми мы работаем, ну, и потом люди создают свои фонды, вот. И мне кажется, это здесь, на самом деле, огромное пересечение, конечно, с профессиональными ценностями, потому что провайдеры, которые, ну, работают сложнее низкопороговых программ, я, честно говоря, не понимаю, если нет, ну, вот, рамки профессиональных ценностей, ну, куда это может увести? Надежда к этому сказала, что вообще-то надо и общественные ценности учитывать, потому что сложно развести пользу и вред, не только профессиональный, например, да, но и то, что в обществе фигурирует. Анатолий, да. Я вот комментарий хочу сделать по частным фондам, раз пример уже приводился, я быстренько тоже побежал потом на сайт, посмотрел, есть ли задекларированные принципы учредителя, есть до сих пор висят, 15 лет он сказал, они такие же, вот, как были, он это называет философией своей, вот, но важный момент, у нас фонд прошел трансформацию примерно 6 лет назад, и сейчас там абсолютно другая команда, и там абсолютно вообще другие принципы на самом деле, это вообще две разных организации с двумя разными философиями, с двумя разными культурами, хотя вот философия учредителя и там, и там отражается, просто может быть разные аспекты немножко и его подходы, и, конечно, учредитель имеет доминирующую роль в формировании ценностей, но я хочу сказать, что и команда, вот этот пример, вот этот кейс, когда существует две вообще абсолютно разные команды, вот, наша команда, которая ушла там 6 лет назад, все практически ушли, мы до сих пор там раз в 3 года, может быть, собираемся, в этом году, наверное, в конце года соберемся, ну, то есть, как бы, эта команда тоже определяет очень сильно, и еще один важный момент, кто в команде, мне кажется, что это идет от там топ-менеджмента, определение ценностей, но весь вопрос, можете ли вы эти ценности донести вниз, и как у вас, как Юля привела, пример, как люди будут обращаться с бенефициарами или с клиентами, вы можете декларировать на самом высоком уровне какие-то ценности, как они будут реализовываться внизу, это большой вопрос. Да, вот Юля комментарий сделал к этому рассказу, Анатолий, но человек же меняется, да, учредитель меняется, может, оно и нормально так, и ценности... Я не буду комментировать этого вопроса. Хорошо, это был комментарий, не обязательно это... Леш, ты хотел что-то сказать, Руслан? Если никого нет, я тогда в клинику. Мне кажется, что вот важный был комментарий по поводу ценностей, которые создают некий контекст культурный, социокультурный. И мне кажется, это особенно важно в тех случаях, когда проект поддерживается организацией или реализуется организацией, которая из другой культуры приходит. Ну, мы знаем много случаев, когда там зарубежные доноры поддерживают проекты и так далее, и закладывают уже какие-то идеи. И в этих случаях очень важно, конечно, учитывать вот ценности, которые лежат именно в социокультурном плане, среды, в которой мы начинаем работать. И можно сказать в том числе о ценности благополучателей, как людей, которые здесь живут. Я могу пример привести. могу. Может быть, приведешь, потому что у меня есть внутренние возражения такое. Ну, я не знаю, возражения ли оно хотелось. Ну, не, легко, да. Значит, пример такой. Одна из стран Центральной Азии, в которой, ну, понятно, своя, своеобразная культура такая, и традиции есть и так далее. Значит, приходит зарубежная организация, которая стремится к тому, чтобы они очень обеспокоены, значит, правами женщин и положением женщины в обществе и трудоустройством женщин. И вот они вкладывают значительные средства в то, чтобы женщин подготовить к работе по новой профессии. И профессию они выбирают. Это, значит, оператор на металлообрабатывающем станке. Ну, это абсолютно обречено. То есть, они, я видел этот проект, ну, как бы сталкивался с ним по жизни, это я не придумал. И понятно же, что деньги будут освоены, что даже, может быть, они научатся, но никакой совершенно перспективы нет, и решения проблемы с трудоустройством никакой не будет и так далее. Ну, или, например, другой проект, тоже приведу пример, из Центральной Азии, тоже почему-то сейчас вспомнил два случая. Значит, вопрос в том, что, опять же, вот эта тема с правами женщин, равноправием женщин и так далее. И они начинают работать с девочками в младших классах, объясняя им, что на самом деле у женщины в обществе должно быть положение другое. Совершенно не принимаю во внимание, что вокруг происходит. Как к этому те же мальчики относятся в этом классе. Я уже не говорю о семье, которая за пределами школ. Я вот про эти вещи имел в виду. Спасибо. Спасибо. А я просто хотела еще добавить, Володь, если позволишь, на самом деле это еще очень важно все-таки для перехода в эту нормальную парадигму минимизации вреда, потому что, ну, мы, например, работаем, мы работаем в раннем вмешательстве, и, да, действительно, например, ценности функциональной реабилитации очень важны для нас. Но при этом мы отлично понимаем, что родители находятся часто в таком нехорошем эмоциональном состоянии, что туда просто невозможно дойти, поэтому вот те самые результаты, которые всем хочется, особенно донорам, они часто будут очень скромны. Причем, при том, что потенциал прироста у ребенка мог быть гораздо больше, но в том числе для того, чтобы вообще, ну вот, просто жить рядом с таким, в определенном смысле, фейлом, как раз принципы и ценности очень важны, потому что, ну, грубо говоря, надавить-то на клиента вообще не вопрос, только что потом-то будет. И как раз это очень, ну, помогает людям оставаться в реальности. Ну, я просто для себя, как бы, завершаю обсуждение этого вопроса, если позволю себе завершить, поскольку моя обязанность за временем следить. Ну, получается так, что если говорить об оценке, то на самом деле конфигурация ценностей, которые складываются в проекте, включая конфигурацию ценностей оценщика, который включается в оценку этого проекта, это вообще важный компонент такой. тут вопрос технический, как его там прояснять или не прояснять, но оказывается, они между собой эта система взаимодействует и вообще-то может влиять на выводы в конечном итоге и там рекомендации, которые специалист по оценке может сделать. И вопрос, как в этой конфигурации выживать, что ли, проводить оценку, да, и что там делать с разными вещами, которые могут нравиться или не нравиться. Давайте мы к следующей теме перейдем. тут у нас иллюстрация одна коллеги, мы ее оставим в презентации, потому что на самом деле ценности это не только про оценку, но и про проектирование. И один из подходов к проектированию, который коллеги из Соединенных Штатов обещали книгу написать, но мы ждем все с 15-го года. Значит, они сказали, что начинаться проект должен, они так назвали, с дизайна ценностей. Ну, имеется в виду самоопределение, формулирование ценностей, которые в основе лежат. И это должно быть неотъемлемой частью проекта, и такая вот идея существует. То есть, проектирование, конечно, надо учитывать. И здесь мы вот указали несколько сторон. Понятно, что есть ценности финансирующей организации, которые гранты дают, да, в общем случае для НКО, ценности самой организации, которые не должны противоречить ценностям финансирующей организации и ценности проекта. И тут благополучатели, и партнеры, и все это надо, конечно, в общем случае иметь в виду и при проектировании, и при проведении оценки. У нас была эта тема в обсуждении следующая по поводу вот, ну, вот в нашей группе очень остро, да, когда люди много работают, да, долго достаточно, на самом деле ценности не сформулированы. И вдруг они выскакивают в каких-то ситуациях, да, когда человек делает что-то не то, что-то противоречащее, да, и что с этим человеком делать. Вот. Ну, вот этот вопрос, как выявить истинные недекларированные ценности и принципы. И, кстати, для оценки, если говорить, да, вот когда мы говорили учитывать конфигурацию ценностей, а как мы их, не то, что там учитываем, чтобы учесть, надо вообще-то как-то сформулировать или понять там, или осознать, почувствовать и так далее. И вот в условиях, когда далеко не все декларировано, а с другой стороны ситуация, когда что-то продекларировано, но есть ощущение, что в реальности люди действуют иначе, да, не в соответствии с этим. Ваше соображение, коллеги? Да. Ну, мне кажется, это в делах проявляется, как Вы же говорили, и в особенности при принятии каких-то судьбоносных важных решений. Ну, я один пример приведу, если можно, Володя? Да, конечно, я как бы в группе обратился. У меня такой пример вот есть из нашей практики. Организация экологов, которая работает при Каспийском регионе, а Вы знаете, что на Каспии очень неблагополучная ситуация, в том числе из-за деятельности нефтедобывающих компаний. И эта организация экологов, она оказалась в серьезном кризисе, то есть перестали, закрылись все грантовые конкурсы, где можно было получить деньги для таких организаций, и они, в общем, на грани были существования, закрытия. И вдруг к ним обращается нефтяная компания и говорит, мы вам хотим дать, вот мы знаем, вы хорошей деятельностью занимаетесь, мы вам хотим дать миллион долларов. И для этой организации это была бы гарантия на несколько лет, причем они говорят, что мы сильных ограничений не будем, мы видим направление вашей деятельности, мы все поддерживаем, давайте, ребят, и мы вам дадим миллион. И вот вопрос в этом случае принять эти деньги или нет. Вот такого рода решения, мне кажется, показывают, какие истинные ценности. Они отказались, если что. Но выжили, 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 но тяжелая была ситуация. Но тут есть момент технический, например, может быть, здесь в данном случае это как бы очевидные признаки, да, вот когда мы говорим, а нужно интерпретировать деятельность, но ведь формулируя как бы ценность, которая за этим стоит, или сравнивая там со списком каким-то продекларированным, или с тем, что люди говорят, ведь это тоже непростой момент интерпретации. Как вот интерпретировать это действие с позиции ценности? Не всегда это такое простое решение, да, ну вот ситуация с этой Старикаспийской экологической организацией, да, ну условно говоря, там можно просто, мы боролись, да, там против, а теперь они денег дают наши враги, да, вроде, ну очевидное решение. Вот. Вот Ольга Брагина написала, но немножко комментарий непонятен, со временем, когда встреча с ценностями не единоразовые, а происходит уже второй-третий раз. Может быть, Ольга прокомментирует? Да, может быть, прокомментируете. Ну, когда в какой-то момент, например, стенденджи с партнерами, с благополучателями, то есть это можно красиво задекларировать и, ну так скажем, по русским языком один раз может проконать, но когда к этому вернешься второй, в третий раз, ну то есть уже, чтобы вы там не декларировали, истинное будет все равно понятно, что ты не сможешь каждый раз только прикрываться тем, что написано. Ну да, хороший пример анализировать повторяемость каких-то действий, повторяемость такой, а не просто разу речей. Уважаемые коллеги, у нас немножко времени мало, но мы тут, еще у нас есть тема содержательная такая, и Алексей подготовил презентацию, вот этот вопрос, могут ли сами принципы быть предметом оценки. То есть мы до этого говорили о том, как принципы работают, и как важно их учитывать, потому что могут быть сложности при проведении оценки. Но здесь вопрос, можно ли оценивать, собственно говоря, что-то про принципы напрямую в качестве технического задания. Коллеги, ну презентация это немного громко сказано, у меня там один слайд, и я думал, может быть, какие-то вопросы будут этой серии продолжения следует. Вот эта вся презентация, значит, что мы хотели сказать, что да, действительно появилась оценка, которая так и называется, оценка, фокусированная на принципах или оценка, ориентированная на принципы. И ее предложил такой подход Майкл Пэттен, известный вам, который мы уже сегодня упоминали. Значит, что здесь важно? Он ввел критерии того, что является хорошим принципом, и там есть шкалы, и вот хороший принцип должен быть направляющим, предписывающим, полезным, воодушевляющим, адаптивным и оцениваемым. Это на самом деле очень интересно. Когда начинаешь это на практике применять, это очень интересный критерий для оценки принципов уже существующих в организациях. Значит, и тут важный момент, на какие вопросы может отвечать оценка, ориентированная на принципы. Первый вопрос, видите, каковы базовые принципы, из чего исходит автор здесь этого подхода. Он говорит, что не во всех случаях принципы программы или проекта в явном виде сформулированы, поэтому иногда надо начинать именно с формулирования принципов. И я могу сказать, что мы вот такую оценку проводили. В прошлом году мы провели именно такую оценку, ориентированную на принципы, и начали именно с этого. И поскольку коллеги, чью программу мы оценивали, очень давно вместе работают и давно ведут подобного рода программы, формулирование принципов не особенно много времени заняло, они у них присутствовали где-то в головах, но никогда на бумагу не ложились. Вот мы с этого начали. Дальше. Являются ли принципы ясными, значимыми и действенными? Такой вопрос. Дальше. Соблюдаются ли принципы на практике? Вот о чем только что говорили. Корректировались ли принципы с учетом внешних обстоятельств? Тоже важный момент. Может мир вокруг так поменяться, что придется и принципы поменять в каких-то случаях? И если корректировались, то как? Какой это имел эффект? И последний вопрос. Приводит ли исследование принципам к желаемым результатам? Эта книжка в принципе и доступна в онлайне и в электронном виде. Есть уже публикации, ну за деньги, а есть публикации, где можно в основных положениях такой оценки почитать. И плюс Майкл стал вести видеоблог, и там у него тоже появляется сейчас эта тема. Наверняка он будет про это тоже говорить, все пока на английском. Какие-нибудь здесь вопросы? У Юлий вопрос был, ну про заказчика вроде ты ответил, что есть такие заказчики, а вот почему они решили провести оценку ориентированную на принцип? Почему они у них, как я говорил, они уже давно ведут программы сходные по содержанию, по дизайну с более-менее одной и той же целевой группой. И поскольку у них была возможность провести оценку, они хотели, чтобы эта оценка для них была максимально полезной, и они понимали, что их не очень интересует, как работает сама программа, а их больше интересует, как работает то, что стоит за программой, потому что они это никогда не анализировали. И поэтому они решили использовать средства, доступные им на оценку, для того, чтобы получить полезную для себя информацию. Мне просто интересно, а все-таки, ну что на самом деле стоило за словом полезно? Они хотели изменить процессы, у них не хватало решительности самим, то есть им нужен был какой-то толчок извне? Я бы не так сказал, я бы сказал так, что они хотели отрефлексировать, что стоит за кадром и в явном виде это сформулировать. И мы, кстати, обратили внимание, что после того, как та оценка была проведена, их принципы стали появляться уже в следующих программах и публичными стали, и они стали объяснять людям, что вот программы, они работают на основании таких-то принципов. То есть это какой-то такой шаг вперед с посторонней помощью. Наверное, это они могли бы сделать и сами, самооценивание такое могло тоже быть. Ну, по сути, да, то есть это был какой-то этап, к которому они подошли, нам нужна была как раз помощь, чтобы двинуться дальше. Да, я думаю, так. Уважаемые коллеги, у нас такая встреча подходит к концу. У меня, знаете, вопрос, какой возник, может быть, заключительный, он такой простой. Вот мы выбрали для сегодняшней встречи такую тему ценностей, да, принципов, и в меньшей стиле говорили о технологиях. Как вам показалось, насколько это заседание было каким-то полезным для вас? Могли ли вы поделиться впечатлениями? Всегда приятно поговорить. Ну, это... Так, хорошо, принимается. Ну, я не знаю, мне кажется, просто человек вообще существовал, ну, довольно логичное, поэтому очень важно время от времени, ну, вот, не ходить там, где экшн происходит, а все-таки, ну, вернуться и посмотреть на сам выбор и чем он определен. Потому что, ну, это вообще просто очень полезное упражнение. Спасибо. Если серьезно, то, конечно, во-первых, я говорю, это было полезно тем, что, ну, во-первых, зашли и посмотрели в очередной раз, есть ли у нас принципы в организации, это немаловажно. Вот. А другая штука, это то, что я соглашусь с Юлей, мы всегда вот в нашей суете, в беготне, мы как-то начинаем там обсуждать или садиться, то, что здесь и сейчас, вот это нужно сделать, какая-то такая тактическая задача. Априори понимаю, что, конечно же, у нас есть высшие там идеи, предназначения, мысли, которым мы следуем. Но опять же, то, что, наверное, не суть, может быть, насколько действительно я для себя опять определяю, конечно, принципы к действию, когда в очередной раз заходят и разговоры, какими принципами вы руководствуетесь, я еще раз уже с учетом нашего обсуждения буду более четко следовать тому, что, коллеги, вот здесь это принципы, а вот здесь это ценности. А по большому счету, мне кажется, разговор был тем хорош, что мы еще раз поднялись на уровень чуть выше того, что мы каждый день делаем, и это очень полезно. спасибо. Ну что, тогда мы будем завершать. Я хотел сказать, что мы презентацию обязательно вышлем всем, кто зарегистрировался и был. И второй момент, следующее заседание во второй четверг следующего месяца и в последующие месяцы тоже. Да, и мы надеемся продолжать в этом году, то есть, вернее, не то, что надеемся, мы-то будем продолжать. Приходите, будем раз. Ну, мы надеемся, что мы будем все-таки успевать. Заходите, заходите. Если у кого-то появится прям вот неотложная такая идея, чему можно было посвятить следующее заседание или следующее, очередное, пишите, пожалуйста, у нас есть адрес на презентации. Да, на презентации будет адрес. Да, пожалуйста, ваше предложение с удовольствием. Ну, пока вот мы думаем как бы двигаться и думать, что может быть интересным. Да, мы так все время как-то экспериментальным путем двигаемся. А так, всем удачи и здоровья. Здоровья обязательно. Спасибо, было очень приятно увидеться.